Пятый канал представляет Несправедливость повсюду. Люди превозносят богатство и потребление. Сексуализируют тело. Превращают его в товар. Мужчины унижают женщин. Сексуализируют тело. Попала эту киску, киска знала эти риски. Ведь она не феминистка, кискам нравятся сосиски. Тенки любят баксы, баксы дарят шансы. Мяу! Ресурсы в руках абьюзеров, садистов, фанатов культа потребления и секса. Но мы можем с ними бороться. Пора выйти на тропу войны, игнорировать их. Мы должны унижать их. Тенки любят баксы, баксы дарят шансы. Тенки любят баксы, баксы дарят шансы. Мы должны отменять их, лишать их лиц. Тенки любят баксы дарят шансы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Граждане понятые, обратите внимание, на трупе нет одежды, также ни документов, ни мобильного телефона поблизости не обнаружено. Ее нашли собачники около девяти утра. Вызвали полицию. Лицо и руки обожжены. Я думаю, что кислотой. Да, опознать ее будет непросто. Убитую не перемещали, следов влачения нет. Трола вокруг трупа сожжена. У нее тоже попала кислота. Санитары, забирайте тело к нам. ДНК убитой в базах нет, я проверила. Руки и лицо сожжены концентрированной серной кислотой. Вообще-то, меня интересуют ее волосы. Когда Березин писал фотки, я обратил внимание на качественное окрашивание волос. Игорь, ты не перестаешь меня удивлять. А еще я знаю, что такое шелак и шугаринг. Да, дорогое окрашивание. Жертве лицо кислотой разъела. А ты про окрашивание? Вообще-то, я ищу зацепки на опознание. Хватаюсь за каждую соломинку. В данном случае, за волоски. Спасибо. Здрасте. Галина Николаевна, докладываю. Женщину оглушили ударом по голове в область затылка. Вране на голове обнаружена кирпичная крошка и почва из парка. Значит, ее ударили кирпичом и место нападения совпадает с местом нахождения трупа. Так точно. Серной кислотой ее облили еще живую. Причину смерти – остановка сердца в результате болевого шока. Время смерти около полуночи. Все указано в заключении. Очень жестокий убийца. Судя по морфологии костей черепа, жертве 35-40 лет. Состояние икроножных мышц позволяет предположить, что погибшая занималась бегом. Спортсменка? Нет, я думаю, бегала так, для поддержания формы. На коже и волосах я нашла следы пота. Видимо, она бегала в парке, когда на нее напали. Жила где-то поблизости. Возможно. Непонятно только, почему она бегала ночью. В районе убийства о пропаже, подходящей по возрасту женщины, пока никто не заявлял. Так, волосы убитые на днях были окрашены профессиональной щадящей питающей краской, которая поставляется только в дорогие салоны. Ничего. А то, что в районе парка есть только парочка таких салонов, запрошу-ка я у них записи камеры видеонаблюдения за пять дней. Не, за неделю. И, кстати, Андрей, нужно ходить иногда со своей второй половиной в такие салоны. И ей приятно, но и для нашего расследования полезно. Шустов нашел убитую по записям камер. Как? На ней жилица нет? В салоне ее опознали. По прическе и форме ушей. Зовут Карина Рогова. Десять лет назад она приехала из Тихоозерска. А, прекрасно. А кем работала? Соцработником. Два года назад уволилась. Семья есть? Родители умерли. Замужем не была. Детей нет. Наследовать за ней нечего. Квартиру она снимала. То есть сейчас мы на квартиру к ней едем? А на что же она жила-то? Она снималась интернет-активизмом. Причем дома и по ночам. Интернет-активизмом? Зашибись. Она распространяла cancel culture. На Russian language мне говори, пожалуйста. Культура отмены. Это публичный бойкот контента морально проштрафившихся пользователей или угнетателей. То есть тех токсичных личностей или токсиков, чей образ жизни, высказывания, ну и так далее, кого-то угнетали. То есть ты считаешь, что сейчас мне все стало ясно? Ты еще больше меня запутала. Какой-то инопланетный язык. Смотри, что покажу. Я тут покопался в блоге Роговой. Кстати, ее подписчик вас оскорбляет, когда кто-то кичит своим богатством и популяризирует стандарты и женской, и мужской гендерной социализации. Вообще-то эта ручка подарок. И меня удивляет, что кого-то дорогая ручка может оскорблять. Гендерная социализация – это что угодно. От деторождения до грудного вскармливания, до макияжа с паникюром, от службы в армии до усов и бороды. А меня вот, например, угнетает маникюр. И очень сильно. Потому что у Амелиной и у Белой вечно новенький шелак, а мне из-за этого отчета за них печатать. Ну вот, между прочим, этого повара, подписчики Роговой захейтили, потому что мясоеды употребляют в пищу мясо смерть. А некоторые смерть носят. Да. К нам, мужикам, у Роговой вообще очень много претензий, потому что мы все абьюзеры и садисты. Ну, это по мнению ее подписчиков или подписчицы. А слово «дармоедка» госпожа Рогова не употребляла. Оно, кстати, очень прекрасно ее характеризует. Воительница жила на донаты подписчиков. Вернее, подписчицы. Ну, что ты хочешь? Она львиную долю по жертвам не отправляла в благотворительные фонды. Может, Рогова и с заскоками, но она, по крайней мере, пыталась этот мир сделать лучше. Ну, в принципе, жила в дешевой однушке, ездила на плохой тачке. Бессеребрянница такая. Угу. Поехавшая. И кому же тогда понадобилось так жестоко ее убивать? Ну, мало ли хейтеров. В парке найден труп известной блогерши Карины Роговой с сожженным кислотой лицом. Карина боролась с несправедливостью. Жила скромно, полученная от подписчиков деньги, тратила на благотворительность. Совершенно непонятно, кому понадобилось так жестоко ее убивать. Оксан, в дому Роговой ничего интересного. В холодильнике мышь веганская повесилась. Капуста и сальвый йогурт. Ага. Ну, ноутбук, как ты видишь, я изъял. На кровати никаких следов интимной близости, отпечатки только Роговой. Зато в машине полно отпечатков. Да? Угу. Надо выяснить, кого подвозила Рогова. И что случилось с ее машиной. Видишь, заделанные вмятины? А ДТП с участием Роговой в ГИБДД сведений нет. А может, заглянем к участковому? Вдруг он что знает? Да. Участковый пожаловался операм, что Рогова неделю тому назад всю душу из него вытрясла, чтобы он нашел того психа, который ее Тарантас измродовал. Ну, машину разбили, скорее всего, тренировочной битой. Вот. Материал ясень изготовлено в США. Покрыто прочным лаком. Ну, такую биту просто так в магазине не купишь. Ее надо заказывать. Можно? Я тут зашел в соцсеть с аккаунта Роговой через ее ноутбук. Составил список токсиков, которых она отменила. Так что поищу среди них любителей бейсбола. Слушай. Это что за… Творчество рэпера Жоржа. В миру Георгия Самохвалова. Рогова обвинила его в мезогении. Жен на ненавистничестве. Школу Самохвалова закончил в славном городе Чикаго. Там, видать, к бейсболу и пристрастился. Ну, видимо, там же он и отношения к женщинам усвоил. Тупая телка, грязная киска. А Рогова была права на его счет. Сексист. Так. О, а рэпер-то весь в долгах. Платежи от рекламодателей прекратились после того, как Рогова призвала свою аудиторию писать жалобы владельцам брендов, с которыми он сотрудничал. Слушай, так отчитай шантаж репутации. Если бренды не порвут Джорджи, активисты тогда начнут борьбу уже с ними. А как ты понимаешь, никто не горит желанием получить ярлык в сети, часы, трусы, сексиста. Ты думаешь, Самохвалов из-за этого разнес ей машину, так сказать, за отмену? А потом отменил физически и саму Рогову? На почте Самохвалова есть переписка с компьютерщиком, которому он заказал вычислить по IP адрес Роговой. Мент меня обыскивал, я лежал и ржал. Я зальюся физически на мента сблевал. Граждане понятые, обратите внимание, в шкафу для одежды найдены две биты для игры в бейсбол. Поэт-песник, собирайся, поедешь со мной в фест. Не, я тебя на батл вызываю. Давай, накидывай мне панчи. У тебя еще виски на губах не обсохло, чтобы меня на батл вызывать. Поехали в фест, будете там в допросный батл с МС Рогозиной. В вашем шкафу, Самохвалов, обнаружены две биты, идентичные той, которой разбили машину Карины Роговой. Из Америки вы заказали три. И че? Вы специально узнавали адрес Роговой. Это доказано. Где угли в ночи убийства? Бухал. Один. Камера, посмотрите, никуда не выходил. Это не алиби. В вашем доме есть боковой выход. Консьерж сообщил, что через него жильцы и любовниц водят. Вы тоже не раз пользовались этим выходом, судя по состоянию вашего ключа. Окей. Вы меня по фактам разбили. Только бы не трогал я блогершу. Я бы скорее киску контузил. Телку бывшую мою. Ну, то есть девушку. Это она на меня Рогову натравила. Мстила, что бросил. С чего вы это взяли? Я когда тачку блогерши крошил, увидел на стекле игрушку. Такие игрушки киска моя делает. И дарит всем. Лилия Николаевна Яснова. Федеральная экспертная служба капитан Березин. Старший лейтенант Амелина из той же организации. Очень приятно. На игрушке под лобовым стеклом автомобиля, убитой Кариной Роговой, обнаружены ваши футужевые следы. Так же, как и внутри самой машины. Ваша ДНК, Лилия Николаевна, есть в базе данных. Вы нанесли легенькие телесные повреждения вашей коллеге-фотомодели из-за ревности к Самохвалову. Выкопали. Это было сто лет назад. Что вас связывало с Роговой? Тихо, тихо. Карина работала на меня. А в каком смысле? Борьба за все хорошее против всего плохого. Это заказы травли человека в сети. У любого пользователя в самых невинных картинках можно найти что угодно. Хоть расизм, хоть сексизм. И даже у вас. Ну да? Карина умела настроить своих хомячков на травлю. А как вы связывались с Роговой? По этому номеру телефона. Сейчас я ночью-ночку. Откуда вы узнали о ней? От мастера салона красоты Олеси Черенковой. Мастерам часто исповедуешься. Вот и я поплакалась ей, когда Джорджи меня бросил. Козел. А сколько вы заплатили Черенковой за отмену Джорджи? Триста тысяч. Ого. Сто авансом и двести после реализации. Жаба душила. Но я знала, если сейчас зажму, меня само отменят. А мне нужно новую Джорджи искать. А ФС, наверное, много зарабатывают. Консультации всякие. Этому помоги. Тому подскажи. Вы знаете, нам пора. Твои месячные зарплаты на один ее выкид не хватит. Но у меня есть еще премия. Спасибо, Тамара Анатольевна. Левая симка и телефон Роговой неактивны. Черенкова работает в разные дни в разных салонах красоты. Сейчас свой мобильный телефон выключил, но хозяйка ее съемной квартиры сказала, что пустит наших оперов. Черенкова, видимо, была поставщиком заказов для Роговой. Они живы без стихозерска. Выросли в одном дворе. Ну, плюс сарафанное радио. Я снова выложил за отмину Самохвалова триста тысяч. А у Роговой жертв было больше сотни. А на счету у нее практически пусто. Где деньги? Надо искать. Ну вот, теперь сидит как плитой. Ходить не бойтесь. Пока мой дорогой, да? В квартире Черенкова следы поспешных сборов. А, соседка вместе с Тори, это этот замечательный пес. Видели, как Черенкова сегодня утром выскочила из подъезда с сумкой и даже не поздоровалась. Перепуганная была. Черенкова узнала про убийство Роговой. Был ведь наш запрос в салон. Может, она за свою жизнь испугалась, поэтому пустилась в бега? Скорее всего. Алло, это Березин. Ну, объявляйте Черенкову в розыск. Угу. Рогова отменяла одиннадцатиклассницу Аню Буркину. в блоге фото с шопинга и из ресторана. Когда дети в Африке голодают? Ну, типа того. Довела Буркину до того, что та снесла свой блог и вообще удалила страницу. Ну, для подростка это равносильно суициду. Ну, в общем, перешла на домашнее обучение, но самое удивительное вот что. Услугами Черенковой в салоне красоты пользовалась мать Ани Буркиной, владельца ювелирной мастерской. Ну, не мама же дочку заказала. Надеюсь, нет. Хотя, ты знаешь, в нашей работе я уже ничему не удивлюсь. Я сброшу Рогозиной координаты классной руководительницы Ани Буркиной. Она просила. Марьяна Хритонна, расскажите, пожалуйста, о ситуации с Аней Буркиной. Да чего рассказывать. Стравлю из интернета перекинулась в реальную жизнь. Привет. Наташ, ты офигела? Меня не видно, что ли? Эй! В лицее Ани Буркиной учатся дети не только состоятельных родителей, но и талантливые из бедных семей. Сейчас мода на социально-прогрессивные взгляды. Аня Буркина их не разделяла. А если у школьников, как и у Роговой, не было никаких взглядов? Просто Буркина симпатична, ей завидовали. Девицы тупо могли к парням ревновать. Ну, возможно, ты и прав. Школьники действительно могли воспользоваться травлей, организованной Роговой. У Ани Буркиной был мотив для убийства Роговой. Месть. И доступ к серной кислоте в мастерской ее матери. В парке найден труп известной блогерши Карины Роговой с сожженным кислотой лицом. ФЭС выясняет, что Карина занималась травлей людей в интернете за деньги. Незадолго до смерти Карина и ее подписчики закошмарили в сети школьницу Аню Буркину. У Ани был доступ к кислоте. Аня Буркина вышла из подъезда в 23 часа. За час до убийства Роговой. А вернулась сейчас ночи. Ее телефон сейчас выключен. Что же за дело такое? Кого не хватит, со всех телефон выключен. Вы созванивались с неавторизированным номером Роговой. За день до начала отмены вашей дочери в сети вы сняли со счета 300 тысяч рублей. Это ставка Роговой. Вы и наняли Рогову для травли собственного ребенка. Я пыталась вырвать ее из соцсетей этих проклятых, чтобы она училась. А сейчас, дорогие подписчики, я покажу вам мой самый любимый салатик. Обожаю авокадо. Она такая полезная для кожи. Опять ерундой занимаешься. Мам, ты мне ролик испортила. Видеоблогинг не фигня. Это призвание. Ну, кто знал, что Анюту так затравит, что она будет бояться из дома выйти? Вы не догадывались, какая сила у интернета? И как много значит виртуальная жизнь для современного подростка? Нет. Я отстала. Но я пыталась заказать отмену отмены, когда поняла, что натворила. Пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста, похвалите Аню в этом вашем блоге. Я заплачу. Сожалею. Но я не хвалю тех, кого отменил. Пожалуйста, ну, пожалуйста, найдите Аню. Ну, вдруг она что-нибудь с собой сделает. Она уже пыталась. Мы уже объявили в розыск вашу дочь. Остается только ждать. Вам лучше поехать домой к младшим детям. Да, вы правы. Ой, извини. Я думал, в суднец-эксперте люди спокойные. Слушай, где Рогозин? На ресепшене. Галя! Нашлась похожая девочка, правда, без документов. Мне коллеги сообщили. Вы врач? Нет, я патологоанатом вообще. Валя, это же мать. Но она жива. Ее нашли без сознания в туалете какого-то кафе. В крови снотворное и алкоголь. Она жива. Жива. Взгляните, пожалуйста. Это ваша дочь. Аня? Да, это она. Я сейчас же еду к ней. Господи, как же я виновата. Возьмите пропуск. Из больницы прислали вещи Ане. на ботинках почвы из парка, где убили Рогову. И H2SO4, серная кислота. Аня Буркина убила Рогову. Потом ее замучила совесть, и она решила отравиться. Бедная. Ее реально довели. Так, а может, день рождения мамы попробовать? Точно. Подошло. Ну что, попробуй поискать в заметках предсмертную записку. Карина Рогова, я не знаю, что я вам сделала, но в моей смерти виноваты вы. Живите теперь с этим. Как так? Выходит, Таня Буркина была не в курсе, что Рогова умерла. Слушай, похоже, девчонку подставляют. Вы были в парке позавчера ночью? Была. Мне с незнакомого номера кинули локацию в время, когда Карина в парке бегает. Только я доказать это не могу. У меня в мессенджере сообщения стираются. Я никого не убивала. Я в парк пошла, чтобы сказать ей в лицо, что из-за нее я хочу покончить с собой, чтобы ей стыдно стало. Понимаете? Вы не нашли Карину? Нет. Я домой вернулась. С ночи опять в подушку ревела. Днем, когда родители в мастерскую уехали, а сестры в школу ушли, села мамины таблетки и папин коньяк. Вышла умирать. Тот, кто писал девочке сообщение, тот ее и подставил. Мог нарочно налить кислоту в парке на земле в том месте, куда вызвал Аню Буркину. В таком случае этот человек очень хорошо осведомлен о делишках Роговой. Пошли, кофейку попьем. Позже я пробил номерок, с которого писали в мессенджере Ани Буркиной. Сообщение автоматически удалилось и номер не авторизованный. Но... Но? Номер относится к той же серии левых сим-карт, что и номер. Часто фиксировавшийся рядом с официальным мобильником Черенковой. Разница в цифру. Я не понимаю, почему ты клонишь? Кто-то купил с копом пакет симок одной серии. Я проверил активность всех у номеров этой серии. В день, когда отключился мобильный Черенковой, включился только один из номеров. Не тот, что Черенкова использовала раньше. Но самое главное, что он активен до сих пор. И сейчас он перебуется в квартире, которую сдают посуточно. На каком основании вы вломились в мою квартиру? Ну, во-первых, квартира не ваша, вы сняли ее нелегально, без договора. Во-вторых, вы участвовали в мошеннической схеме вместе с Роговой. Вы брали деньги за деяние, которое можно квалифицировать как клевету, а в иных случаях как довиение до самоубийства. В-третьих, Рогова убита. И в-четвертых, вы скрываетесь от следствия. Достаточно оснований? Прошу. Галина Николаевна, на трех миллионов, которые изъяли у Черенковой, следы Роговой. Черенкова ограбила и убила свою подельницу Рогову и подставила Аню Буркину. Деньги? Мой процент. Законный. Ну, незаконный. Но у Каринки бабла в разы больше было. Я не в курсе, где она все держала. Где вы были позавчера около полуночи? Прически делала. На девичник это на свадьбу. В такой глуши, что там даже мобильник не берет. И меня видели, там человек двадцать. Но это мы обязательно проверим. А почему вы вообще прятались-то? Испугалась, что меня пришьет эта девка, которую Каринка отменить хотела. Так, вот это интересно. А что за девка? Имени не знаю, но Каринка недавно попросила записаться в фитнес дорогущий. Самое главное, абонемент оплатила, хотя за копейку удавиться. Так вот, там нужно было следить за девкой этой. А девка, ой, непростая оказалась. Вы могли бы встать? В смысле? Ну, пожалуйста. Ну, бугай этот, который с девкой был, раза в два крупнее вас. Реальный такой шкафчик с антресолькой. И то есть вы поняли, что дело пахнет керосином? Ну, я же не дура и слилась сразу же. А фотографию девушки Карина Рогова вам на нынешний телефон прислала? Да. двадцать эпизодов доказано. Освободится он не скоро. Ну, Надежда Дайсик не теряет. Недавно подала прошение на амнистию по состоянию здоровья. Последняя стадия туберкулеза. У Дасовой закрытой страницы. Друзей немного. Нетипичный случай для Роговой. Как она собиралась отменить Дасову? Она не публичный человек, не подросток. И зачем Роговой надо было следить за Дасовой именно в фитнес-клубе? Ну, может, она больше нигде не бывает? Ну, похоже на то. Салоны красоты, магазины, фитнес. Все. Валя, а ты зачем здесь фитнес-зал открыла? Ой, да ты знаешь, мне тут одна мысль кстати пришла. Вот, взгляни-ка. Вот это, допустим, да? Типичная кроссфиттерша. Запомнил, да? А вот это Дасова. Как тебе? Слушай, ну вообще-то вот Дасова мне больше нравится. Она что ли какая-то женственная? Вот именно. А Дасова утверждает, что она занимается кроссфитом четыре дня в неделю по три часа. И если бы это было правдой, то ее мускулатура была развита несколько иначе. Слушай, а может она в фитнес-зале со своим тренером чем-то другим занимается? Ну, чем-то более приятным? А вот ее тренер Дмитрий Шаталов. Вот это Дасов из раздевалки у меня. Тренерская Шаталова. Дальше по коридору. Отвлеки его. Угу. Ну, марципанчик мой, я не понимаю, ну чего мы сюда притащились, а? Ну, лучше бы сходили в какой-нибудь ресторанчик, посидели, травки твои любимые пожевали. Да. Стыков бы заказали, коньячка бы выпили, да? Немножко. Ты знаешь, какая уника калорийность-то? Все, куда? Вот сюда. Во-первых, коньяк. Господа, давайте успокоимся в первую очередь и определимся с нашими целями. Вы знаете, я очень люблю моего мужа в данном виде. Классный, правда? Но эти стейки в последнее время... Да. Из-за стейков у нас постоянные ссоры, а я из-за такой ерунды расставаться со своим борщ-учонком не хочу. Тогда я вам предлагаю начать нашу тренировку, вот, разомнем наши мышцы и дальше продолжим нашу тренировку. Да, лягушончик, ты пойди пока вот те блестящие гантельки потягай, самые легкие возьми, а мы с гражданином тренером пообщаемся. Хорошо? Да. Все, пройдемте, я вам кое-что покажу. Пожалуйста. Да. Туда? Да, пожалуйста. Так, и с вами тренажер, который прокачает мышцы спины и плечевые мышцы. Что нужно делать? Объясняю. Присаживаемся, берете гриф пошире, вот, обезьянью хватом. А что такое обезьянью хват? Ну, пошире просто берете вот так вот, обезьянью хватом, вот так вот берете, аккуратнее, когда поднимаете гриф. Вот, ну и в принципе все. Ставите гриф обратно. Прекрасно, а какой вес можно на него навешивать? Ну, понимаете, все индивидуально на самом деле, вот, я могу там 50 делать иногда, там могу 80, по 20 делал, 20. Ну, конечно, ну, я тренер. А, а давайте попробуем. По десяточке? По десяточке. Давайте начнем по десяточке. Ага. Раз, два, напоминая, локти должны оставаться. Да, 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 я запомнил. Ну, и в принципе вся арифметика. А может еще навесим? Еще по десяточке? Да. проблема, еще по десяточке. Может помочь? Не-не-не, я зап... Чего-то, ну, не пошло. Ну, что замерто? Давай, навешивай. обезьяньий хват, это когда вы берете гриф без большого пальца. Милый, все в порядке? Да, Лапунчик, все в порядке. Просто гражданину тренируй, нужно для начала собственные возможности узнать, а потом начинать других тренировать. Ну, давай, снимай блины. Не маслинца сейчас. Вот оно что. Нина Дасова спала с Шаталовым в тренерской комнате. Если бы Рогова предала эту информацию о глазке, Дасик убил бы и Нину, и Шаталова. И охранников, и весь персонал в фитнес-клубе. Но это не точно. Но это точно мотив на убийство Роговой. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ну, Ром, у меня билеты в театр. Ну, я не хочу проводить обыск Удасова и ее охранников. Во-первых, это за городом, а во-вторых, там гарантированно найдется что-нибудь еще не по нашему делу. Придется смежников вызывать. Да успокойся ты, что ты так завелась-то? Ну, ладно, бери Шаталова. Да? Да. Ну, спасибо. Спокойно, Ресенок. Мы на работе. Шаталов два года назад был подписан на Рогову. Занимался волонтерством под ее началом. Так, парень из неблагополучной семьи, мать покончила с собой. Граждане понятые, в шкафу у гражданина Шаталова обнаружена женская одежда. Будет произведен экспресс-анализ ДНК. Вы сожительствовали с Роговой? Да. Карина меня содержала. Я с ней спал. Но она никому в этом не рассказывала. Не хотела, чтобы ее хомячки узнали. Ну, подписчики. Как вы общались? Ну, как-как. С Левок-Симок. Она их раз в неделю меняла. У нее их много было. Видите, какая квартира роскошная? Да уж. Вижу. А мне на аренду этой квартиры, поверьте, всей зарплаты не хватит. Деньги давала Карина. А, Карина роскошь любила. Мраморную говядину там, меха всякие роскошные, там, шиншиллы, мужиков по мускулисте. Ну, в общем, все то, за что в интернете травил. Итак, сегодня у нас в меню подарочки из квартир охранников Мины Дасовой. На всех вещах, чья-то кровь, нужна полимеразная реакция. А вот это вот Амелина тебе прислала из квартиры Шаталова. С любовью просила проверить в первую очередь. Давай. Я считаю, что тренер Альфонс тут ни при чем. Ну, зачем ему убивать спонсор? Убийца Дасова. Она боялась мужа и ревновала красавчика Шаталова. Вот тебе и вот. На коврике кровь, роговая и серная кислота. Получается, убийца-то все-таки тренер. Может, она грабила рогову? А чтобы она никому ничего не рассказала, убил. но у тебя должны быть ее миллионы. не ты. Здесь звук другой. Я не знал. Я здесь каждый день жил и не знал. Каждый день на эти часы смотрел. Этих денег мне бы хватило, чтобы уехать с Ниной, скрыться от ее корешей, от мужа. не пришлось бы. Это признание? Я не хотел убивать. Понимаете? У меня не осталось выбора. Карина мне его не оставила. А ты молодец. Но мог бы стараться лучше. А теперь ответь мне на один вопрос. Это кто? Клиентка. Карина не поверила. Она была хорошим психологом. И обмануть ее было практически нереально. Особенно мне. Почему? Я ни на что не годная тряпка. Так так говорила Карина. И я всем ей обязан. Вы могли уйти от нее? Я думал, что люблю ее, пока не повстречал Нину. Но тогда уже было поздно. Вы поняли, что Рогова добудет доказательства вашей связи, и тогда вам обоим конец. Я убил! На опережение! Да, сегодня скончался. В тюремной больнице. И это было все зря. Пятый канал представляет Его нужно убрать. Это возможно. Но будет стоить два миллиона долларов. Продолжение следует... 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 Ну что? Вот, Чёпа, всё, что нашёл Класс массовый, что ли? Ага Эх, жаль, по пулемодель оружия не определить Понятно, что 7, 62 на 54 Так кучера всего таким пулями стреляет Это точно Уже больше, чем сто лет, как их используют А кто-то совсем недавно использовал Там же, в Приграничном Причём из того же ствола стреляли Убили кого-то? Ага, какого-то Оревича Тоже предпринимателем, 4, нет, уже 5 дней назад Стреляли с чердака напротив дома Оревича Там следов нашли побогаче, чем у нас Пули, а главное, гильзы есть ФЭС расследует гибель предпринимателя Юрия Скомарохова Пропала работавшая у Скомарохова банщица Щербакова Щербакову ловят в лесу При ней ценности похищены из дома Скомарохова Судя по уликам, Скомарохова убил снайпер Устанавливают, что из того же оружия Ранее застрелен местный предприниматель Оревич Похоже, Щербакова реально не при делах Во время убийства Оревича у Няреби мать в больнице навещала На камеры попала Патроны у снайпера старые, это аж 82-го года Хотя патроны долго могут храниться при правильных условиях Надо попробовать партию отследить А, я тут связь между Скомароховым и Оревичем нашел Отлично И что они? Там, короче, такая фирма Бэнка 2000 есть Которая портом управляет По данным Росреестра У Скомарохова Оревича в этом Бэнке равной доле По 30% Вот вам и конфликт хозяйствующих субъектов Еще 20% минус одна акция разбита между мелкими акционерами И еще 20% плюс одна акция у местного КУМИ Кого? Комитет управления муниципальным имуществом За Харитоном За Харитоном За Харитоном У них приграничен, скоро выбор мэра Основной кандидат Ярослав Юрьевич Харитонов Так вот, он кум Скомарохова Раньше работал на него Оревичу это невыгодно было Если Харитонов победит, он своего человека поставит во главе куми И все, Оревич, считай, порт потерял Прикинь, на телефоне Оревича следящая программа стоит Причем авторская Возможно, даже специально для этого случая написанная Крутая у них там команда ассасинов Снайпер есть, теперь он программист Причем неплохой Все, что звучало в пределах радиуса микрофона телефона, куда-то отсылалось Куда, куда-то? Трудно сказать Там цепочка серверов А давай трафик реконструируем Может, восстановим файлы прослушки? Попробуем, конечно Но я сомневаюсь, что много получится восстановить Ну что, пойдем побеседуем с этим Харитоновым? Ну да Ну что, есть результаты? Да Пришел ответ на мой запрос из Министерства обороны Архивные дела за 99-й год Патроны наши из Украинской партии Во время Второй Чеченской склад оружейный обнесли Так и не нашли Никого и ничего Прикольно Можно посмотреть Кстати, у Скомарухова тоже на телефоне прослушка стояла Так ничего и не восстановили? Восстановили Совсем немного Правда, есть занятный момент Оревич Скомаруховой, правда, побаивался А еще с женой болтал, мол, хорошо бы устранить его как-то Что характерно, Скомарухов тоже Оревича хотел Радикально устранить Только непонятно, с кем он говорил Сработало на опережение, значит А как же так получилось? А может быть, они одному и тому же киллеру друг друга заказали? А он оказался честным и выполнил оба заказа Ну, а что, градок маленький Толковых киллеров не хватает У кого руки-глаза на месте, сразу в столицу едут Ха! Слушайте Вместе с нашими патронами в 99-м пропала винтовка СВД И пистолет ТТ с патронами Так вот, пистолетные патроны тоже засветились Подозреваю, что там немелкое хулиганство было Убийство Тоже в приграничном Две недели назад адвоката убили По фамилии Дубровин Дубровину, значит, тоже прослушивали Что там, связано с остальными? Со Скомороховым связано У них там гостиница имперская разорилась Дубровин был конкурсным управляющим Должен был эксперта назначить для оценки имущества А Скоморохов при чем? У Скоморохова в имперской был свой офис Он в здании хотел себе забрать И Дубровину навязывал какого-то своего человека Дубровин отказался Конфликт, значит Смерть Дубровина была на руку Скоморохову Помнишь волосок с того места, где убийца ждал Дубровина? Так вот, это шерсть Нутрии Судя по золотистому цвету, калининградская порода Я вам сейчас список зверобольских хозяйств пришлю Надо проехаться генетический материал собрать Ну, точнее, шерсть Нутрии нужна А вот я им никогда не доверял Кстати, как удалось выяснить, что убийца Нутрия? М? Подозреваемая Нутрия Наиболее генетический бред страх популяции с фермы в поселке Матросский Это в 70 километрах от приграничного Внимание Чего внимание? Ты что, не знаешь дымовые сигналы Апачи? Непрерывный столб дыма означает Внимание Нам еще Апачи здесь не хватало Мать честна Тут, в общем, домишек горел на отшибе Подушить-то подушили Но все задымлено, пока в дом не войти Деньги от Эк Владелец дома Павел Андреевич Евстегнеев Проживает в том же поселке, улица Красная, 22 Так, Павел Андреевич, 55 лет Так не привлекался, безработный О! Вот это интересно Евстегнеев, проходя срочную службу в рядах советской армии Был поощрен за отличную стрельбу Погляди, это он сейчас был Да вроде здесь адрес его Галина Николаевна Тут Евстегнеев в лес пошел С ружейшком Что делать-то? Брать его? Сначала доведите его до места Интересно же, куда он идет Только аккуратно Это он Иван, может, приблизить изображение Похоже, у него винтовка Мосина Все сейчас подумали о том же, о чем и я Думаю, да Мосинка питается такими же боеприпасами Которыми убиты две жертвы из трех Степан Аккуратно задерживайте ФЭС расследует убийство бизнесмена Скомарохова Возможно, убийца Скомарохова застрелил еще двоих Предпринимателя Аревича и адвоката Дубровина След приводят в поселок Матросский В поселке Пожар Владелец сгоревшего дома ведет себя подозрительно Оружие опусти Руки Нутри Браконирствуйте, Евстегнеев Да есть грешок Документы на винтовку и охотничий билет Предъявить? Нету Да я ж Я ж ради пропитания Вон крокодилы эти С фермы разбегаются и плодятся А я, между прочим, экологию спасаю Вы понимаете, за что вас задержали? За нарушение правил охоты? С этим, конечно, еще предстоит разобраться Но сейчас речь о двух трупах То же скажете, каких трупах? Унутри ведь не трупы, тушки Я говорю о человеческих трупах, найденных в вашем сгоревшем доме А у меня что, дом сгорел? Это же ваш дом на Ленцоветовской 15 А, это тот дом? Ну, зачем же так пугать-то, девушка? А что, совсем сгорел? Частично Так я в тот край поселка редко хожу А дом сдаю, уже лет пять как Кому? Одному человеку хорошему, серьезному, из города Но с условием, чтобы я туда носа не совал Что за человек, а к фамилии? А к чему мне его фамилия? Платит он исправно, на год вперед А то проезжает, когда мимо А то пятихатчику подкинет или чекушку там Дай бог ему здоровья Взгляните Что это? А, так вот же он Точно Он Это точно не орудие убийства Карабин, подохотничий, патрон, клощатого калибра 8.2 Ну и в Сигнеев вообще никакое оружие не зарегистрировано Год производства 49, состояние отличное Интересно, как он вообще к Ив Сигнееву попал У одного на поясе кобура висела А вот пистолет Граждане понятые, обратите внимание Что-то удалось уже выяснить? У этого огнестрел Да, причина смерти очевидна А второй? Вторая Причины смерти пока не могу определить Сильно повреждены мягкие ткани Время смерти, я так понимаю, уже не установить Ну, хотя бы примерно Ну, точно до начала пожара Сажи в дыхательных путях нет Есть Установил я личности погибших Супруги Зайцева, жители Приграничного Молодец, как нашел? А они в центре планирования семьи наблюдались Генетические анализы проводили в том числе Галина Николаевна, где Зайцева, полны сюрпризов В шкафу СВД с оптикой Ну, а на полке Были завернуты 30 тысяч долларов В наволочку А Винтовка Та самая И Оревича И Скоморохова Из нее На винтовке Отпечатки Зайцева А пистолет? Это из него Дубровин застрелен? Да И сам Зайцев тоже Ну, надо же Как на блюдечке нам И оружие, и деньги Слишком как-то все удачно А есть еще что-то интересное По этим Зайцевым? Он же вроде врачом был? Неврологом Частная клиника Диметродон Непонятно Врач и врач Зачем ему все это? Вот жена Она явно к роскоши тяготела Вплоть до нарушения закона? Разве что законов хорошего вкуса Она шмотки дорогие покупала Как одержимая Кредит в кучу на это набрала Значит, Зайцева мечтала быть богатой Думаю, она могла на этой почве Склонить мужа убивать за деньги У Зайцева в кармане Были остатки телефона Мы поколдовали С этого телефона Было отправлено только одно сообщение Сразу после убийства Дубровина С автоудалением Через 10 секунд После прочтения Последнее письмо Зайцевой адресовано мужу Слушай Володя, я все знаю Это ты убил всех этих людей Пойми, я не могу все так оставить Но и сдать тебя тоже не могу Беги, даю тебе сутки Принципиально Вообще она по закону Не обязана была мужа Выдавать Глуп поступила Сама спровоцировала Зайцева себя убить Тут странный момент В анализе Зайцевой Следы распада Фторотана и фентанила Ее что, усыпляли? Может муж? Чтобы убивать было удобнее А это разве Не она его убила? Видимо, что-то пошло не так Может быть, она Не вовремя проснула Зайцев в это время Уже все бензином облил А она пистолет схватила Выстрелила И от выстрела Сдетонировали Пары бензина Все было не совсем так У Зайцева в телефоне Та же самая прога шпионская стояла Да ладно Что-нибудь восстановил? Один фрагмент Пока Твоя жена у меня Если ты не выполнишь Мои инструкции Я отрежу ей голову Если ты обратишься в полицию Я отрежу ей голову Это безобразие Я буду жаловаться на вас лично И на вашего Зайцева Вам это так с рук не сойдет Здравствуйте Федеральная экспертная служба Яросицын Капитан Данилов Раскопин Федор Егорович А что вы за претензия К Зайцеву? А вот вы как раз очень вовремя Вот этот Зайцев Мошенник Мошенник? Разносторонний врач Ну успокойтесь Расскажите все по порядку У меня сын болеет Спинально-мышечной атрофией Слышали? Да Сочувствую Зайцев прописал Нейростамил Действительно рабочий препарат Я купил Стоит он между прочим Два миллиона долларов Сколько? Я сам в шоке Ну ладно Купил И что Зайцев? А ничего В смысле он сделал им капельницу Мы сдали анализы И ничего Никакого эффекта А теперь начальство Где-то прячут Найдите Да мы уже нашли Зайцев убит Но мы во всем разберемся Это мы вам Гарантируем Гарантируем Кость Чего? Я шприц укололся А вдруг заразка какая? Ну если больному кололи Значит лекарство Скорее всего Ну уж точно не яд Хотя Степа Знаешь что? Когда вернемся Обязательно зайди к Артему В морг Пока тебя туда Не прикатили Смешно Есть Вот на этой капельнице ДНК сына Раскопина А что было в капельнице? Физраствор с глюкозой Аскорбинкой Не растомил ни капли Спинально-мышечную атрофию Так конечно не вылечишь Ну это наверное Зайцев украл У него же жену похитили Убить красились Ему наверное деньги нужны были Чтобы ее выкупить А он вот так Ее кредиты платил Надо будет проверить еще других Вдруг Зайцев кому-то еще Лекарства подменил Костя Слушай Нужно собрать образцы крови В клинике Да нет Только у пациентов Зайцева Конечно срочно Так О Вы не представляете Как вы нам помогли Знаете Что-то такая морока С этим сбором биоматериалов Спасибо Спасибо огромное Это Лиза Бирюкина У нее тоже диагностирована Спинально-мышечная атрофия Так вот В ее анализах Значительная положительная динамика А она наоборот Официального лечения не проходила Что значит официального В тот же день Когда сын Раскопина Получил пустышку Зайцев провел В палате Лизы Час Вместе с ее отцом Капельница не растомила Делается ровный час У девочки на руке Следы прокола от иглы И капельницу мы нашли Лиза получила чужое лекарство А кто отец Лизы? Вот Капитан Бирюкин Программист Увлекается пулевой стрельбой В прошлом году Получил мастера спорта Где он сейчас? Мы не знаем Телефон выключен Его дочь еще в клинике? Да Ее завтра выписывают За ней должна бабушка приехать Ну и где он? Кажется есть Часов на десять В метрах в ста пятидесяти Не уйдет? Да не Все выходы перекрыты Спокойно Тихо Тихо Руки Руки Медленно ложимся на землю Медленно То, что вы снабдили свою мать одноразовым телефоном для связи Вам не помогло А где я прокололся? Знаете, как работает лазерный микрофон? Да, он ловит малейшие вибрации оконного стекла, которое выступает в качестве мембраны Верно Мы слышали, как Ульяна Петровна говорит вам, что будет гулять с Лизой в парке Не смогли удержаться, чтобы первые шаги дочери увидеть? Все Закончил прослушку расшифровывать Скомарохов действительно заказал Бирюкину, Оревича и Дубровина Его надо убрать Скомарохов знал, что я прекрасный стрелок Не раз подкатывал ко мне по этому поводу, работу предлагал Но я-то понимаю, что к чему Отказывался, конечно Доктор Но, может быть, все-таки можно что-то придумать? Спасите ее Я сделаю все, что угодно Это возможно Но будет стоить два миллиона долларов Пришлось идти продаваться с Комароховым Вы знаете Если бы я мог спасти дочь Порезав себя на куски Я бы это сделал Но за меня никто бы таких денег не дал А за три десятка убийств, да Сомневаюсь я, что на такие услуги столь активный спрос Я потом хотел двинуть в столицу на заработки Но не пришлось Я подслушал, что Зайцева должны привезти и не растомил А почему вы Зайцева-то прослушивали? Ты начитался про всякие мошенничества с лечением Параноиком стал Благодаря этому у меня родился новый план Я отвез жену Зайцева в тот домик в Матросском Как вы получили доступ в дом? Скомарохов выдал мне ключ вместе с первым заказом Он там оружие хранил Я вас умоляю Не убивайте меня Я все сделаю Для начала Заткнись Твоя жена у меня Если ты не выполнишь мои инструкции Я отрежу ей голову Если ты обратишься в полицию Я отрежу ей голову Если ты вылечишь мою дочь Я отпущу ее в целости К счастью, Зайцев послушался Я сам проконтролировал Чтобы Лиза получила нейростомил Ну а как же так получилось, что вы убили обоих Зайцевых? Зайцеву я не убивал Видимо, она хотела освободиться И случайно повредила себе артерию Зайцев точно бы меня не простил Он очень любил свою жену Я просто вынужден был его убить Пришлось подготовиться Завтра в шесть утра Поселок Матросский Приезжай один Лен Советская, 15 Инна Субтитры создавал DimaTorzok Почему вы решили? Любить еще и Комарухова Отпала надобность на него работать А я с ним уже был кровью повязан Он бы меня никогда не отпустил Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мощных майнинговых ферм в России И за свой счет закупил несколько доз Нерестамила для больных детей Кроме того, я создаю фонд Чтобы закупать лекарства регулярно Некоторые мои коллеги Проявили желание Принять участие в работе фонда Не знаю, ерунда какая-то С теми недорогими лекарствами От редких болезней Как по мне Все разработки таких лекарств Должны финансировать на государственном уровне А лучше на межгосударственном С условием, что все нуждающиеся Будут обеспечены ими бесплатно Идеалисты, Степа Пятый канал представляет Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я добралась до места И объявляю начало челленджа Выжить на 30 тысяч рублей в месяц Удачи мне! Ура! Смотрите! Какой прекрасный дом Я сняла всего лишь за 5 тысяч рублей в месяц У тети Раи волшебная сметана Такой больше нигде нет Приезжать к нам в бряху Мелания Прохоровна Связала мне Шикарное пальто Это просто восторг Оно идеальное В нашей деревне пропал местный житель Зинаида Захаровна Пропавший Федор Назарыч Ухватов Ваш гражданский муж? Да Как давно он пропал? Три дня назад Вы обращались в полицию? Конечно Конечно Но они считают, что он загулял И поэтому не хотят его искать А мой Федя Он не такой! Он не такой! Ха-ха-ха! 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 Пропавший Федор Ухватов Человек мирный и безобидный Нет никаких объяснений Его таинственного исчезновения Ой, здравствуйте! А я вас видела с Федором Назарычем День его исчезновения Что? Что такое? А-а-а! Пустите меня! День его исчезновения В деревне Бряха, где пропал известный блогер Светлана Василенко Находится в 500 километрах от столицы Так Судя по видео, во время трансляции К ней подошел неизвестный Который замешан в похищении другого деревенского жителя Федора Ухватова И этот неизвестный напал на нее Нет! Здесь связи нет! Да у меня тоже Ну и как там теперь связываться с лабораторией? А я знаю! Ты лучше скажи, как мы будем искать место Откуда Василенко вела свою последнюю трансляцию Ага Так а здесь связь только на пригорке ловится А так связи больше нет Ни связи, ни интернету, ничего А как-то идти этот пригорок? Так за деревней сразу Там еще дерево большое красивое А если на него залезть, так связь еще лучше будет Здорово! Спасибо большое! Получается, Василенко могла вести прямой эфир только оттуда Ну что, будем искать следы там? Ой! А следов-то там предостаточно! Там же вся деревня топчется! Пропавшая Светлана Василенко дочь владельца сети магазинов Косметики Полина Василенко Ого! Я про ее магазин и слышала очень хорошие отзывы Сейчас не об этом Младшая Василенко вела блог о том, как сэкономить И при этом ни в чем себе не отказывать И рассказывала про скидки и распродажи акций И делилась промокодами Ну что, очень интересная тема Это было три месяца назад Сейчас огромный спрос на загородную недвижимость И это неудивительно Потому что можно прекрасно жить в деревне на 30 тысяч в месяц И ни в чем себе не отказывать После чего популярная блогерша Язва, Алиса Тру Отвинила Василенко, скажем так, в некомпетентности Это Света пишет для наивных дур И учит экономить куром на смех Сама она деревню увидела только в Швейцарии из окна вертолета Олеся, почему ты такая злая? Может потому что тебя никто не любит? Давай поспорим, что я проживу в деревне на 30 тысяч в месяц По твоему выбору Деревня оказалась бряха Три месяца назад Василенко поселилась в бряхе И судя по восторженным постам, ей там очень нравилось Уезжать, во всяком случае, она не собиралась Так, значит, свое последнее видео она записывала вот отсюда Смотрела при этом на дерево Соответственно, нападавший мог просто стоять возле него Да он вообще мог прятаться внутри дерева Поджидая блогершу, тут места полно Ты знаешь, прекрасная идея Хорошее место для засады Да Следов вагон и маленькая тележка Ой, вы там это, держитесь покрепче А то Васька-то, да, вечеречку надломил Ага Вон, видали? Как деревенские мужики пропали, так никто не почесался А как богачка столичная, то полиция и самой Москвы примчалась В смысле, мужики? Их что, много пропало? Двое! Федя мой! И дружок его Харитон! Три месяца назад популярная московская блогерша Светлана Василенко Поселилась в деревне Бряха, объявив начало челленджа Выжить в деревне на 30 тысяч рублей в месяц Три дня назад пропал житель деревни Федор Ухватов А накануне пропала и сама Светлана Оперативники отправляются в Бряху, чтобы найти Светлану и Федора Выясняется, что пропал еще один деревенский житель Полина Борисовна, здравствуйте Я полковник Рогозина, спасибо, что нашли время приехать Скажите мне правду Для чего вам нужна моя ДНК? Вы нашли тело Светы? Нет, нет, вы, пожалуйста, не волнуйтесь Нам просто нужно отделить следы вашей дочери от других следов Может, это мне нехорошо Давайте, я вас провожу к врачу Пойдемте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чувствовала я, что ничем хорошим эта поездка не закончится Почему? Светочка же никогда не была в деревне Она никогда не жила в таких сложных условиях Я даже хотела поехать с ней, чтобы как-то ее защитить Что же не поехали? Дочь категорически запретила мне это Она же теперь взрослая, самостоятельная Ясно Выпейте две таблички Она даже пригрозила мне прекратить со мной всякое общение Если я буду ее опять опекать И бесцеремонно нарушать ее границы Могу ответственно заявить, что Василенко старшая действительно чрезмерно опекала дочь Откуда ты знаешь? Судя по статистике канала «Младшая Василенко» Первый миллион подписчиков мама ей попросту купила Ну, вот тебе и успешный блогер Похоже, какие-то акробаты живут Расшибется ж Расшибется ж Ой, мамочки! Черт! Ты все сбила! Да что? Настраивай нормальную спутниковую связь Передвижной лаборатории В третий раз срывается Ну, не переживай, все получится Я в тебя беру Что? В третий раз срывается Тихо! Все бывает О-о-о-о, ну да В третий раз срывается И еще немного В третий раз срывается О-о-о-о В третий раз срывается До срывается Ну, наконец-то. Я думала, до Нового года буду ждать. Чего хотела? Я нашла на камне следы пены изо рта мертвого мужчины. Экспертиза показала, что ей не больше пяти дней. А, надо искать труп. Надо искать труп. Не хами. Там есть отпечатки колес, предположительно от тележки. Переднее колесо оставила ржавый след. Ты определила состав ржавчины? Представляешь, несмотря на то, что я не лаборант. Да? Доставай портативный газовый кроватограф. Секунду. Так. И? Надо настроить его на поиск ржавчины именно такого состава. В соседней деревне один вот так же на охоте о дерево покорябался. Потом у него температура поднялась, и к утру он помер. Дин! Ты что болтаешь под руку дать? А что? Как было, так и говорю. Вам, конечно, товарищ капитан, лучше врачу показаться. Да, обязательно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дмитрий 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 Кроме спектрального анализа, прибор настроен на простой визуальный поиск. То есть? При разложении трубы возникает резкий выброс азота, в 50 раз больше рекомендуемой сезонной нормы, и растения резко зеленеют, как, например, вот здесь. Это не Василенко? Ну, это мужик как минимум, хотя похож на Щукина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, видишь? Ну что, больше не работает. Может, контакт отошел? Контакт уже в моей голове отошел, а с ним все в порядке. Ну, что поделаешь, экспериментальный образец, я его удаленно починить не сумею. Спасибо, очень помог. Спасибо. Давайте следующую. Рот откройте, пожалуйста. Так это, мы Светланочку все обожали, прям души в ней не чаяли. С ее же приездом вся деревня наша расцвела. Это же каким образом? Как-то каким? За них же подружки потянулись, стали молоко покупать, сметану. У Ибрагима, вон, все тулупы смели. Так... Рот. У нас же, наконец-то, деньги появились. Вот оно что. Ну, а деньги, как говорится, способствуют процветанию все и вся. Рух, пожалуйста. Угу. Смотрите, какой мне красивый тулуп подарили. Судя по видео, в момент исчезновения на вселенка был тулуп, который сшил местный скорняк Ибрагимов. В тулупах запах овчины сохраняется по несколько лет и может быть довольно интенсивным. Вот именно. Если найти лоскут, оставшийся от этого тулупа, есть шанс, что собака сможет взять след. А как среди множества обрезков найти лоскут с нужного тулупа? Внимательно слушаю. В доме, где жила Василенко, я нашла волос с ее тулупа. Ну и прекрасно. Осталось сравнить с ним все оставшиеся у Ибрагимова лоскуты. Субтитры сделал DimaTorzok В деревне Бряха пропали два местных жителя – Федор Ухватов и Харитон Щукин, а также популярная московская блогерша Светлана Василенко. Приехавшие в деревню оперативники нашли трупы мужчин, но найти Светлану не удалось. Известно, что в момент исчезновения на Светлане был тулуп, сшитый местным скорняком Ибрагимовым. Светлана Васильева Светлана Васильевна Продолжение следует... Так, оставайтесь здесь. А-а-а! Что вы делаете? Тихо-тихо. Вы кто? А кого бы вы хотели увидеть больше всего? Новых подписчиков. Ну вот, считайте, что я ваш новый подписчик. Это я вам лайк поставил. Время смерти Ухватова около шести дней назад. Причина? Отравление соком борщевика. Щукин умер примерно в то же время. Только причина смерти другая. Удар по затылку тяжелым тупым предметом. Да клянусь вам, я ничего не знаю про смерть Федора. И про этого. Как его там? Харитона Щукина. Да. А вот скажите, голубушка моя, откуда на посуде изъятой из охотничьего домика отпечатки Зинаиды Зиловой? Ладно, я вам все расскажу. Это я предложила Зине сделать вид, что на меня напали. Зачем? Ну, полиция не смогла бы игнорировать пропажу популярной московской блогерши. Но заодно и Федора нашли бы. Вот она что. А ко мне бы это привело новых подписчиков. Понятно. А дальше-то что было? Да ничего. Зина отвела меня в охотничий домик, который построил ее отец. Ну, и носил мне еду. Так. И, между прочим, план сработал. Меня даже приехали искать из самой ФЭС. При обыске у Зинаиды Зиловой, где последние три года проживал Ухватов, в Лазово нашла муске отпечатки. Такие же отпечатки есть на дереве, которые растут на пригорке. Кто-то интересный? Авдей Грумов, бывший бандит из города Грош. Подожди, я же видела в материалах по Ухватову. В 90-е он был членом именно его группировки. Именно. Громовцы держали местный рынок и промышляли разбоем на трассе. Ухватов сдал банду конкурирующей группировки и сам участвовал в расстреле Громова и его людей. За это отсидел десятку и освободился пять лет назад. Может, Громов отомстил Ухватову? А Щукин просто попался ему под руку? Может быть... Непонятно только зачем пять лет ждал. Игорь, можете на минутку... В доме полно-полно следов биологического сына Ухватова. Ты как? Смотри, биологический сын Ухватова, я, это формально сын Громова. Так вот тут в доме полно-полно его следов. Слушай, реально похож? Да, похож. Я в компьютере Громова быстро и браво зарубнажил, что он был подписан на блог Василенко. Так в ее репортажах он таким образом и мог увидеть Ухватова? Ну да. И заметил сходство со своим сыном? Вполне. Но это еще не все. Смотри, чек на плато. Анализы на отцовство из московской лаборатории ДНК. Вот интересно. А результат уже известен? Нет. Вот этот вот Громов сдавал в ДНК лаборатории. Ношенная футболка Ухватова и волосы сына Громова Яна. Уже изъяли? Да. Значит, Громов украл у Ухватова футболку, чтобы провести анализ, а хозяина футболки убил. А анализы ДНК в этой лаборатории хоть и готовы, но еще не были отправлены Громову? Теоретически ему могли сообщить результат на словах. А кроме того, Громов мог просто наказать Ухватова за предательство. Да, возможно. Громов, естественно, все отрицает. Его уже везут к нам, а опера возвращаются в деревню. Я нашла в пробах из манилы Щукина фрагмент Дидима Зоофага. Это хищный гриб. Его мицелии образуют ловчие кольца, в них попадают почвенные черви, и гриб после этого их ест. Это, конечно, все очень мило, но лучше ты что-то полезное нашла. Да, Валя. Ага, уже иду. Я нашла под коронкой во рту Ухватова деревенскую сметану. Почему ты акцентируешь деревенскую? Ну, в деревне называют сметаной не то, что в городе продают. В деревне это очень жирные сливки. Причем такие жирные, что когда эта сметана загустевает, она просто на масло похожа. А что это нам дает? Ну, я пока сама не знаю. Но в пищеводе Ухватова я обнаружила следы самогона и пельменей. Точно такой же самогон был в доме Щукина, а пельмени в доме Зиловой. А вот сметаны не было ни там, ни там. Надо искать производителя отравленной сметаны. Вот так вот молочко прокручиваем. Сыворотка отделяется, а сливочки остаются. Это деревенская сметана и есть. Чистые сливки. Мне нужно изъять ваш сепаратор для экспертизы. Ой, это... Ну, вы только верните обязательно, мне же без него никак. Капитан, в передвижную лабораторию сепаратор. Это, а хотите я вас обедом накормлю? У меня как раз он горячий. Нет, спасибо. А где ваша корова? Корова? В сарае. Надо бы пробу молока взять. Ну, это... Ну, пойдемте. Граждане понятые, мы сейчас отправимся с вами в заросли борщевика. Прошу вас следовать строго за мной. Перчатки, маски, пожалуйста, оденьте. Держите. Как корову зовут? Милка. Милка, Милка, Милка. Девочка. Милочка, Милочка, девочка. Хорошая девочка, хорошая. Тихо, 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 тихо. Ну, что ж ты грубая-то такая, капитан? Ну, нежней надо, нежней. Я ж не начала даже. Она меня не поднет, легнет, нет? Не легнет. Я правильно делаю? Вот этот след с порезом через всю подошву Шусов нашел около пеньков от вырубленного борщевика в поле за деревней. Надо найти хозяина этой обуви. Игорь, фотографии следа распечатались, можешь забирать и раздавать полицейским. Власа восстановила сметану, которая отравилась у Хватов и изготовила Раиса Цапля. Я свою сметану только Светланочке давала. Тихо. Когда? Так это... Так дни семь назад получается. Вот, нашел! Слушай, ты по-русски словами можешь сказать? Могу. Ну, скажи уже. В холодильнике Василенко была прогоркая сметана двухнедельной давности, изготовленная Юркиной. Угу. Ясно. На банке отпечатки у Хватова и Светланы Василенко. Я сметану вообще не ем. А что вы с ней делаете? На лицо мажу. А кремом пользоваться не пробовали? В сметане молочная кислота. Она и питает, и увлажняет, и отшелушивает. После маски кожа, как у младенца. Никакой крем вам такого эффекта не даст. Идеальные средства и очень дешевые. Угу. То есть вы не заметили, что сметанка не с Верой была, да? Нет. Так может быть, борщевик сметане предназначался Василенко? Свертое какое-то. Ну смотри, в этой деревне в Бряхе, кроме бывшей медсестры Клавдии Богдановой, медиков нет. Нет. До ближайшей районной больницы, конечно, доехать можно, но там всего лишь два врача. Два. Поэтому, получив ожог лица, девушка обязательно бы поехала лечиться в столицу. А именно этого и добивалась ее мать. Судя по вашим контактам, раз в две недели вам отзваниваются жители деревни. Цапля, Ибрагимов, Норкина и Зилова. А судя по выписке с вашего банковского счета, вы раз в месяц переводите им деньги. Когда я узнала, что дочка собирается в Бряху, я тайно поехала туда. Ваша задача присматривать за Светой. Помогать ей во всем. Следить, чтобы все у нее было в порядке. Хорошо. Но главное, чтобы она ничего не знала о нашем договоре. Красота! Я, конечно, хотела, чтобы Светлана вернулась, но я никогда не причинила бы ей боли. Тем более борщевиком. А чьи-то спаги? Мои. Мы проверим бактерии септика и узнаем, чем они питались. Давай без деталей, Вань. Я тебя поняла. Рит, я в доме закончил. В вашей кухне в колене слива под раковиной обнаружены следы молочного жира от смешанной с соком борщевика сметаны. Бактерии в вашем септике, кроме всего прочего, питались сметаной, которой был отравлен Федор Ухватов. Видимо, вы сметану слили в раковину, а банку вымыли. На лопате, изъятой из вашего сарая, обнаружены следы гриба Дидима Золфага, который был найден в пробах почвы из могилы Харитона Щукина. Я не понимаю, о чем вы говорите. Это вы отравили Ухватова и убили Щукина? Я одна воспитывала дочь. Она выросла красавицей. Но для меня это не радость, проклятие. Почему? Меня изнасиловали, когда мне было 17. Я тогда в столице жила. В училище училась. Возвращалась вечером в общежитие и... Понятно. Я для своей дочери такой судьбы не хотела. Поэтому, когда ей исполнилось 13, мы переехали в Бряху. Подальше от соблазнов. И все у нас было прекрасно. Мы с Лизой жили душа в душу, пока не приехала эта... Черт ее побери, блогерша. Лиза. Да если бы у меня такая внешность была, я бы уже давно в Париже жила. И весь список Форбс мечтал бы меня на ужин пригласить. Лиза стала таскаться за ней ее подругами. С восторгом слушать их разговоры. Ну и на завтра. И уже упомянула о том, что неплохо было бы съездить в Москву. Блин, Кристина, сделала как-то улыбнись. Скажи, как? Блин, короче, это не то. Так, ладно, еще стяну. Короче, набери шляпу. Нормально? Хорошо. Супер. Так, давай. Вот, вот туда смотри, как будто ты смотришь. Ну, как бы куда-то туда. Смотри. Шикарно, смотри. Блин, мне вот это нравится. Сейчас, смотри, шикардос. Ладно, давай вот эту, короче, выставим. В сеть. Да. Она выкладывала их совместные фотографии в сеть. И у Лизы появились поклонники среди подписчиков этой блогерши. Я просто хотела, чтобы она уехала. Сделала дубликат ключей от Фединого дома. И отравила ее сметану борщевиком. В тот же день, вечером ко мне примчался щуки. Клавка! Клавка, скорее! С Федькой беда! Бросай, пойдем, поскорее! Пойдем, пойдем, пойдем! Он что, того, что ли? Вы где эту сметану взяли? Так у этой фифы московской. Поменяли на старую Федькину. Она же все равно себе рожу сметаной мажет. Так что ей пофигу. Я сразу поняла, что Федя погиб из-за меня. Мне пришлось убить Харитона, чтобы скрыть все это. Я не хотела, чтобы так все случилось. Мне нужно было просто спасти дочь. Я не хотела. Вкусно. Три дня сухометку. Да я вообще килограммы на два похудел. О, приятного аппетита. Хотите сметанки с борщиком? С борщиком? Игорь, с борщиком. С икольным супом. Слушай, сходи к доктору. Это все-таки падал. Может, у тебя слуховые каналы пострадали? Нормально у меня все с каналами. Ну, так что будете или нет? Вообще ничего не буду. Ты знаешь, нет, мы без сметанки. Мертвые являются ко мне в основе. Ах, ходят под окнами, стучатся в дверь. Тимофей, что это у тебя дверь-то нараспашку, а? Тимофей! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С петардами, пальбой, двое суток шумели. Но никто внимания не обратил. Подумали, что свадьбу догуливают. Вот так едешь в подмосковную деревню Верхняя Ясь, а попадаешь на Дикий Запад. Первым делом надо выяснить, кому принадлежит ружье. Да. Ягудин не просто пасечник. Правоохранительные органы знают его. Причем чуть ли не в амплуа экстрасенса. Три года назад у Ягудина пропала жена Ольга. В смысле, была убита? Как позже выяснилось, да. А хотя сам Ягудин в этот момент лежал в больнице, в реанимации. Он не мог быть причастен. А что с ним было? Борелиоз после укуса клеща. Ягудин даже пережил клиническую смерть. Вернулся домой, жены нет. И спустя примерно год указал, где находится ее труп. И каким образом он узнал, где ее искать? Загадка. Николай Петрович, дневник Ягудина. И последняя запись, кстати, сделана как раз в ночь убийства. Так, слушайте. Ага, вот. У меня есть цель отыскать всех неупокоенных мертвых в округе. Всех, кого убили и чьи трупы скрыли. Я хочу дать им покой. Мертвые являются ко мне во снах, ходят под окнами, стучатся в дверь. А детали он напоминает? Ну, стиль письма, скажем так, поэтический и туманный. А вот неделю назад он написал, что дар открылся ему как раз после клинической смерти. И что это за дар? Ну, чтобы он об этом писал, по крайней мере, пока я не вижу. Вот, вот здесь он сравнивает себя с Хароном, который переправляет мертвых в царство вечного покоя. Персонаж древней греческой мифологии. Лодочник на реке Стикс. Интересное хобби он себе придумал. Труп Ольги Ягудиной обнаружил дайвер Илья Шапкин. Дайвер в деревенском озере? И как он знал, где искать? По показаниям Шапкина место ему указал сам Ягудин. Вызывайте дайвера к нам. Я соседка Брагина Устинья Романовна. Можно сказать, все это на моих глазах-то и было. Что именно? Ну, как Олька-то пропала. Бабы-то болтают, будто бы у нее любовник, водитель из Москвы. Вот одни говорят, что этот полюбовник-то ее и убил. А другие, будто бы, что она с этим полюбовником своим сбежала от Тимофея. Любовник точно был? Ну, не знаю, водитель он там или кто был, но мужика она к себе водила. Вы это сами видели? Конечно, конечно. Тимофей-то пока в больнице лежал, она гостя-то и принимала, бесстыдница. Ну, наконец-то. Давай скорее. Тебя никто не видел? Нет, давай. И никто не знал, кто он? Конечно. Разве она скажет? Миша! Миша, иди сюда! Миша, иди сюда! Муж мой, Мишка. Миша, ну мы же это, видели Олькиного-то, Любовенька-то? Да на бочке, кажется, но видели. Утром вышел мужик. Потом он к трассе пошел тут рядом. А что за машина? Да обычная фура. Продукты на таких возят. Кузов вроде синий. А неделю через две Ольки пропала. Ну да. И все пропало там у них дома. И ее мобильник, и ее вещи. Деньги пропали. Тимофей-то вернулся из больницы, а у них там шаром по Кате дома. Он ее в розыск подал. А толку-то? Ищи-свищи. Значит, на Ольгу Ягудину завели розыскное дело? Да, но оно не продвигалось. И вдруг, спустя год после ее исчезновения, Тимофей Ягудин приглашает в деревню инструктора по дайвингу. Обычно я учу нырять в бассейнах. И тут звонок. Человек говорит, что живет в области, в Москву приехать не может. Но очень хочет научиться дайвингу. Это был Тимофей Ягудин? Угу. Он сказал, что у них деревня-озеро есть и готов заплатить двойную цену, если я приеду к нему позаниматься. И вы согласились? Ну, погружаться в пресное озеро – удовольствие так себе. Но мне нужны были деньги, и я поехал. И что было потом? Познакомились, пообщались. И вдруг он начал говорить, что ему снится пропавшая жена. Тут такое дело, Илья. Я вас не для урока позвал. У меня жена пропала год назад. Олька. Она мне снится и снится. Мне как живая снится, как мертвая. И чего она от вас хочет? Хочет, чтобы я ее нашел. Плачет, говорит, что ее убили, а тело спрятали вон там. А я при чем? Я вам заплачу, если проверите. Хорошо заплачу. Просто я уже спать не могу. А плачет и плачет. Ходит каждую ночь. Там дно иллистое, вода мутная. Нырнул я с фонарем. На дне сверток. Такой большой черный пакет, веревками обвязанный. И что вы сделали? Ну, я сам, конечно, трогать не стал. Тимофей позвал участкового. Тот понятых подтянул, криминалистов, водолазов. Тело подняли. Это оказалась его пропавшая жена. ФЭС расследует убийство пасечника Тимофея Ягудина из деревни Верхняя Ясь. Ночью кто-то выпустил в него пять пуль из охотничьего ружья. ФЭС выясняет, что три года назад Ягудин пережил клиническую смерть. Тогда же исчезла жена Ягудина Ольга. Спустя год Тимофей помог следствию найти труп Ольги. Он уверял, что покойная жена указала ему место своего захоронения во сне. Я проверил все страницы дневника Ягудина в спектральном компараторе. Почерк везде его, ручка одна и та же, никаких пятен, зачеркиваний, исправлений. Почерк не менялся долгое время. Очертания букв четкие, линии нажима и снини букв стабильные. То есть человек утверждает, что каждую ночь к нему приходит мертвая жена, а почерк при этом у него как у здоровенького и никаких психотических проявлений. Ну, разве что депрессия. Умеренно. Я уже десять лет участковым здесь. Всякое про деревянских наслышался. Если вещи или скот пропадают, бегают по гадалкам, чтоб вора найти. Ну, или бабы мужиков своих от пьянства вражбой всякой отваживают. А Ягудин, он, извините, ИП. Он пасечник. Налоги платит, бизнес ведет. У него мозги ясные. У вас не было версии, что кто-то из местных что-то знал? И ему потом тайком рассказали. Он не клялся, что ему жена приснилась. Слушайте, если бы он такое и узнал, то только от убийцы. Но он не знал, кто Ольгу убил. Там вроде с трупом нож нашли? Да, я его сам лично из мешка доставил. Так и запишите. Участковый Виктор Кадряшов, при понятых. Обнаружил свертки, предполагаемое орудие убийства. Какой именно? Самодельный нож с чеканкой. Тимофей. Тебе этот нож знаком? За Аркашей Филькина нож. Он мне его предлагал купить. И часто он к тебе домой ходил? Да каждый раз, когда на выпивку не хватало. Может, он и кольки так же зашел, пока тебя дома не было, а? Женщина, она видная. Пришел на выпивку клянчить, а там чего получше захотелось? Убил. Да нет. Филькина я задержу. А ты к нему подходить не смей. И только попробуй мне самосуд устроить. У тебя конфликт с ним был? У меня со всеми конфликт. А кроме ножа улики были? Конечно. У Филькина обнаружили дома вещи Ягудиной. На них была ее кровь. Он, видно, когда ее убил, все ценное вынес. Продать не получилось, а выками жаб задавило. Но на суде он свою вину не признал. Все отрицал. А как после этого стали относиться к Тимофею Ягудину? К пасенщику-то. В колдуны записали. Боялись вы местные. В общем так, по номеру ружья установили владейца. Это Денис Каратаев. Знаком он вам? Конечно. Еще один местный алкаш. Филькин номер два. Покажете, где он живет? Да. На месте убийства кровь не только Ягудина, но и его собаки. Только опера не нашли следов, чтоб собака убежала. Значит, ты ее унес убийцу? Зачем? Оптимистичный вариант. Убийца собачку стала жалкой. А реалистичный вариант. Собака тяпнула убийцу. И до крови? Угу. А чистить зуб собаке в план убийцы не входило. Зинка! Каратаева! Это жена Дениса. Наверное, к родственникам уехала. И Денис с ней? Да нет. Вчера день пенсии был. А этот-то тут при чем? Сейчас узнаете. У Каратаева пенсии по инвалидности. Как деньги в руки берется, сразу запой уходит. Денис, ты здесь? Кто там? Свои. Его жена... Жена на пару дней в подвале запирает. Давай, Орел, вылезай из своей темницы сырой. Не думай, я вылезу. Опа. А вы кто? Майор Круглов. Федеральная экспертная служба. Капитан Березин из этой же организации. Скажите, пожалуйста, где вы хранили свое охотничье ружье? В шкафчике вот там у меня все. Я ничего не помню. Я же маленько выпил вчера. Ну, крепко так. А зенок-то мой, деньги забрала и меня в подвал вот-то она закрыла, чтоб я хату не спалил. Давай, давай. Это... Спасибочки. А есть, есть спичка, свечка? Не курим. Ясно. А где была ваша жена? Ну, как где? Ну, все же знают, она в Смирновке, в соседней деревне у матери своей. Ну, ружья там никакого нет. А, значит, ружье хранилось не в сейфе, а в шкафу и дом без присмотра оставался, да? Я не знаю. Вы на Зинку и баллоны не хотите. Она святой человек. У меня там все есть. И харч, и вода, и даже ведерко стоит. Я же соплюсь без нее. Она бережет меня, как зеницу ока. Да всем плевать на Зинку. Из того, ружья человека убили. Не понял. Ты сейчас что сказал про Зинку? Да я же тебя как на лазут поеду. Так, может быть, в подвал, Вить? Не возражаю. Угу. И я не возражаю. Вы только чайничек-то, вы, 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 вы. На оставшихся вещах у Ольги Ягудина есть ДНК мужчины. Это не ее муж. Значит, точно был любовник. Давай-ка попробуем выяснить, кто он. На теле Ягудина есть другие повреждения? Я ничего не обнаружила, кроме пяти выстрелов с близкого расстояния. Такое ощущение, что стрелявший боялся Ягудина. Возможно, это убийца его жены, и он опасался разоблачения. Да, Галь, тут и одного выстрела было бы достаточно. Местные жители считали Ягудина колдуном. Можно предположить, что убийца и двигал страх, причем иррациональный, замешанный на магии. Ну да, такое может быть. А в деревне вообще знали, что ружье Дениса Каратаева хранилось без присмотра? Конечно. И это сильно сужает поиски подозреваемого. Ну хоть и это хорошо. Это все, что обнаружили вместе с телом Ольги Ягудиной. Да, полиэтилен, обычный, из магазина, утяжелители, старые торговые гири. Где у меня в полно такого хлама? Ну, это тоже может быть зацепкой. А что за узел? Бочечный, разновидность морского узла. А в наше время такие используют туристы. Очень интересно. А для чего? Ну, чтобы починить ведро, обвязать бак или бидон без ручки и добыть воды. Туристы, значит. Туризм у нас в деревне развит очень. Особенно летом. Кверху залом на огороде. От одной грядки к другой. Может кто-то спортивным ориентированием занимался? Ну там, учителя на пенсии, любители дикой природы. У Брагина дома были кубки какие-то. И фотки я видел, где они молодые на велосипедах. Типа велопробег или что-то в этом роде. Брагина? Это Михаил и Устиня? Да, да, да. Соседи Ягудина. Это они нам про любовника Ягудиной целый вечер пели. У Михаила Брагина четко алиби на момент убийства Тимофея Ягудина и его жены. Он был в Москве. Телефон пинговался в доме, где живет его сестра. Камеры наружного наблюдения это подтверждают? Вполне. Сейчас он, кстати, дома. А вот телефон жены Устиньи отключился час назад, сразу после общения с нашими оперативниками. Снова здравствуйте, Михаил. Мы ищем вашу жену. Устинья? Нет, вышла она. А давно? Нет, час назад. У вас дома есть торговые гири? А так это, мать моя работала в сельфу, потом на рынке торговала. Только без понятия, есть у нее торговые гири. А в общем, спрашивайте. А вот это, если я не ошибаюсь, бочечный узел? На вещах Ольги Ягудиной ДНК дальнего родственника, ее мужа по материнской линии. Девичья фамилия матери Тимофея Ягудина Брагина. И сколько Брагина в деревне? Официально один. Михаил Брагин, сосед Ягудина. Убит пасечник Тимофей Ягудин. Его расстреляли из охотничьего ружья. Три года назад кто-то убил жену Ягудина Ольгу, а труп утопил в озере. Под подозрением соседи Ягудина Устинья и Михаил Брагины. После общения с оперативниками Устинья отключила свой телефон. Понял, Вань, спасибо. Михаил, так когда вы видели дальнобойщика, любовника Ольги Ягудиной? Так это недели за две до того, как она пропала. Надо же. Уверен. А, так вы все знаете. Я не понял, Миша. Ты что, с Ольгой спал? Что же вы своему родственнику так подгадили? Соблазнили чужую жену. Так кто кого еще соблазнил? Ольге скучно было, она мне глазки строила. А я что, железная что ли? Устинью Брагину объявили в розыск. Она включила свой мобильный? Пока нет, но мы посмотрели ее биллинг трехлетней давности. Она тайком ездила в город, следила за мужем Ольгой. Так что можем предположить, что идею убийства она вынашивала давно. Надеюсь, что завтра ее задержат. Стой! Здрасте. Подвезти? Гражданка Брагина, вы задержаны по подозрению в убийстве Ольги Ягудиной. Давайте, руку помогу. А если между нами говорить, Тимофей Ягудин тоже вы? А? А как нашли Брагину, ты нашел? Проверил список ее контактов, отследил данные камеры на транспортных узлах. И понял, что дамочка продвигается к своей подруге, живущей в Тверской области. На попутках? Ну да, типа так безопаснее. Сама засветилась на всех заправках. Ну, допустим, Ягудину убила она. Зачем было стрелять пять раз? Так уже в деревне считали чуть ли не воскресшим мертвецом. Может, поэтому? Да гарантия. Вот режьте меня, но лишней вины на себя не возьму. Тимофея я не трогала. Но его жену, Ольгу Ягудину, выжубили? Я. Тут ничего интересного. Езжайте. Хорошего клевого все, давайте. Ножом вашего односельчанина Филькина? Да. И нож я ему в мешок подбросила. Думаю, если найдут, то сразу на Филькиной подумают. И юбку окровавленную я подбросила ему на чердак. Ну, мой грех. В этом и покаюсь. Ну, а почему же вы сразу об этом не сказали? Я Тимофея и живым-то опасалась. А уж мертвым, тем более, я его боюсь. Почему? Колдун он был. Чернокнижник. Он же трупы закапывал вокруг озера. Я сама видела. Видели и молчали. Так боялась я. Я же вот теперь вам во всем и признаюсь. Для того, чтобы вы меня наказали, а не чтобы он пришел и утащил меня. Понимаете? Ничего. Устиняя-то баба хорошая. Ну, с придурью Маринько. Так она с юности такая была. Но мы хорошо жили. У них уж других. После убийства Ольги Ягудиной ваша жена изменилась? А еще как. Смотрю, смурная какая-то ходит. Со мной не разговаривает. Чудно. А потом еще Ольга пропала. И вас-то не насторожила? Да хочу. Она со мной гуляла, могла и с другим. Я и подумал. Ольга баб видная. Может, кого получше себе нашла. Хорошо рыба клюет? Да не очень. Сижу-сижу. Надо ж, как тебя к Ольке-то тянет. Даже после ее смерти, да? Честно, не понял. Это ты ее, что ли? И что, в полицию побежишь? Побегу. К Витике Худряшову участку. А я Витике скажу, что это ты подговорил мужа своей сестры убить Ольку. А ему-то к тюрьме-то не привыкать. Да я скажу, что и сестра твоя все знала. И согласная была. А за это ты наличкой сто тысяч дал на новую машину. Ты это, сестру не трогай. Не трону, Мишенька, не трону. Не трону, родной. Это я тебе к тому говорю, что если ты еще раз сходишь налево, или я тебя поймаю на горячем, то ты сядешь. А если со мной что-нибудь случится, то ты будешь первой подозреваемой. Ну что, проведу Ольку свою, а теперь топай домой. Топай, топай. Я борщ сварила. Так я и стал. Заложником собственной жены. И вы не пытались как-то изменить эту ситуацию? Да что ее сделают-то? Ну, лился сначала, по Ольке скучал. Шум поднимать. Как смысл? Человека-то не вернуть? А потом как-то даже заважила Устинью. Это за что же? На убийство пошло. Вроде меня, не побоялось. Даже как-то лес настал. Стокгольмский синдром. Классика жанра. А кто же тогда убил Тимофея? Не знаю. Не я. И Устине мне крылось, что она его не трогала. Я ведь два года жила и боялась, что Тимофей-то придет, постучит ко мне и скажет, что его жена-покойница все ему обо мне рассказала. Не рассказала? Нет. Я ведь и прощения у нее просила. И мысленно разговаривал с ней каждый день. Но говорю, ты бы ведь тоже по любовницу мужа-то убила, если б узнала об этом, а? И мне показалось, что я ее даже как будто бы и убедила. И даже поуспокоилась как-то. А потом вдруг Тимофей начал чудить. Да. Один раз смотрю, он в лодке. Держит человеческую руку. Потом плюха ее возит и что-то стал бормотать. А другой раз иду, яму копает, а рядом человеческая нога. Читаешь дневники Игудина? Ищу в его тексте апосеопеза. Апо что? Я провел лексико-семантический анализ дневников нашего Харона, но изучал не то, о чем он писал, а то, о чем он умалчивал. А апосеопез – это такой стилистический прием, его еще называют фигурой умолчания. Ну, там недомолвка, прерванная мысль. Вот и не есть поговорка – кто молчит, тот кричит. Совершенно верно. Ягудин буквально кричал о том, что кто-то помогает ему. Вот смотри. Когда я смотрю на своих односельчан, я втайне завидую их простой и незамысловатой жизни. Есть они, а есть я и… И среди нас нет разницы – мертвые или живые. И мы все работаем ради одной цели. Ну, звучит немного патологично. Так и есть. Я думаю, что вот эта строчка – есть они, а есть я и… подразумевает, что кто-то снабжал его трупами. Ну, или частями. У Ягудина были сообщники? Как минимум один. Но вариантов не так уж и много. Ага. О, Господи! Ступня человеческая – правая. Останки – минимум трехлетней давности. Ну, вот я же говорила, что он некромант натуральный. Благодарим за сотрудничество. Вы задержаны. Ты была права. Я проверил созвоны Ягудина и нашел среди его абонентов санитара местного морга. Районного? Ага, некий Буркин. Три года назад Ягудин звонил ему несколько раз. А два года назад санитара выгнали, и он окончательно спился и умер. И я подумал, нет ли тут тонких властительных связей. Пасечник – некромант, пьющий санитар, мертвая нога. У меня в том районе есть знакомый судмедэксперт. Я поговорю с ним, узнаю про этого Буркина. Граждане понятые, прошу внимания, мы изучаем территорию с помощью портативного газоанализатора. Он настроен на специфичные газы – маркеры животных белков. Вы людей-то не пугайте? Попроще как-то залагайте. Ищем фрагменты тел. Примерно трехлетней давности. О, опа, что-то есть. Вот здесь. Ступня. Минимум трехлетней давности и на этот раз левая. Это что, Тимофей закопал? А что, есть другие кандидаты? Я у него мед покупал. Я узнала про санитара приятеля Ягудина. О, и за что его выгнали? Ну, официально за пьянство, а неофициально у одного трупа недосчитались двух ступней и кисти рук. И как вам удалось все замять? Труп был маргинальный после какой-то очень страшной аварии. Бывший начальник тоже имел нарекания, решил все замять. В общем, решили, что санитар подшабашивает. Продает части тела каким-то там колдунам. На ступнях, которые опера нашли, у озера слишком ровный спин. Похоже, действительно подарочек от санитара. Коля, надо прицельно поискать в доме Ягудина следы некроманской деятельности. Магических атрибутов мы с тобой в первый раз не обнаружили. Никаких кихтев бубнов, черепов, пупочного меха. Обычный такой пасечник, вдовец. С собакой. Неплохая лежанка. Дорогой корм. Приличное собачье лекарство. Собака-то была непородистая. Двор-терьер. Может быть он от одиночества? Может быть. Дериенский и так к своим псам не относится. Собаку он завел сразу после смерти своей жены. Он даже прививки сделал. Но вот этот гражданин точно не является магическим атрибутом. Картина получается странная, но вполне логичная. После пропажи жены Ягудин покупает части человеческих тел, закапывает их у озера, заводит собаку и натаскивает ее находить части трупов. То есть он использовал дворняжку в качестве криминального газоанализатора? А, кстати, в скандинавских странах есть специально обученные собаки, которые плавают с кинологами в лодке по озерам. Собаки чуют запах разложения трупа, и это помогает дайверам искать тела. Ягудин мог знать об этом? Теоретически, да. Пять лет назад Тимофей по своим пчелиным делам ездил в Финляндию на выставку. Вот там он мог услышать об этом способе. А после смерти жены его применить. Вот фотографии с выставки из соцсетей, вот финский друг Ягудина, а вот брат друга – кинолог. Если Ягудина застрелили из-за собаки, которая обнаружила труп, то что получается? Получается такая история. Кто-то убил другого человека, и труп этого человека еще не нашли. А этот кто-то очень боялся, что Ягудин найдет еще одного покойника. Озеро. 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 Вонятые, подойдите ближе, будем вскрывать пакет. Длинные рыжие волосы. Да, как у пропавшей Людмилы Фирсовой. Виктор, а где ваш брат? На заработке уехал. Вы задержаны. По подозрению в убийстве Тимофея Ягудина. Ваш мобильный, пожалуйста. Ну вот. Убийцу нашли за полтора дня. Нормально. Я проверил мобильника Чискова, нашел скрытый чат, где он общается с братом. Брат, стало быть, новый мобильный телефон? Угу. Оформлены налевые паспортные данные, но я его уже отследил. Николай Петрович, Глеба Кудряшова задерживать подано. Интересно, Ягудин мог подозревать, кто настоящий убийца? Он не строил догадок. Он упоминал, что многие убийцы остались безнаказаны. Это зло, которое он хотел остановить. Но главное для него было другое. Дать мертвому покой. Да. Найти убитых. Ягудин считал, что это важнее, чем все остальное. Рада, что вы согласились дать признательные показания. Так бесполезно отпираться. Все равно прижмете. А тогда хоть пару месяцев на суде скостят. Когда вы догадались, что Тимофей Ягудин натаскивает свою собаку на поиск трупов? Да почти сразу. Жуля, сидеть. Сидеть. Я, понятное дело, не поверил, что Тимофей колдун. Быстро догадался про его собаку. Подумал, отлично, у меня под боком появился чудик, который будет помогать мне с раскрываемостью. Молодец. Молодец. А потом мой любимый непутевой брат, который все же не защищал, признался, что убил и утопил свою бабу. В озере, где был труп Ольги Ягудиной? Это был конец. Потому что достать труп из озера и перепрятать незаметно, это нереально. Опускать дело на самотек тоже не вариант. Ягудин помешался на своей миссии. Он хотел найти и захоронить всех покойников в округе. Здорово, Тимофей Анатольевич. Все, трудишься? Хочу лодку в черный цвет выкрасить. Как катафалка, что ли? Как ладью Харона. Есть в древнегреческой мифологии такой лодочник переправляет души усопших из нашего мира в царство смерти. Ты мне смотри, тут серийный убийца не заделайся. Убежаешь, Виктор. Я, наоборот, твою работу сделаю. Спрятанное трупу найду, всем мертвым дам покой. Ну-ну. Сначала хотел отравить его собаку. Но Ягудин так не дрессировал своего пса, что это казалось невозможным. Да и какой смысл? Он бы другого, кого сдоха, нашел. Дело на собаке. А в Хароне. И вы решили убить Ягудина, подставив Дениса Кратаева. Сиди. Его дворняжка цапнула меня за ногу. Я решил ее забрать. Чтобы ваши кровь и эпители не остались на зубах собаки? Да. Я решил не рисковать. Закопал труп в яме. Засыпал известью. Ногу обработал. У меня даже хромоты не было. Да, Коля. Мы задержали брата участкового. Он уже во всем сознался. Везем ФС. Ягудин действительно выполнил свое предназначение. В этом озере нет больше неупокоенных трупов. Участковый и его брат и Устиня Брагина сядут. У меня хорошие новости. Бедолага Фелькин, которого ложно посадили за убийство Ольги Ягудиной, оправдан. И я лично прослежу, чтобы ему выплатили компенсацию. КОНЕЦ